Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы проводим исследование, следствие по личности, врача, психотерапевта, актера, профессионального демона российского кино и российской сцены. Александра Рапопорта. Здравствуйте, товарищи! Да, привет, привет, привет. Привет, Алексей. Здравствуйте, все, кто нас смотрит. Хотелось бы начать прямо с места карьер. Вот чего вам не хватает? Да, в принципе, мне всего хватает. Есть некие вещи, которые мне хотелось бы, чтобы возникли. Меня как-то спросила одна моя знакомая, коллега, приятельница. Она брала у меня интервью и спросила меня, говорит, вот если бы ты мог придумать какое-то новое чудо света, что бы ты заказал? Чудо света. Я ей сказал, я бы заказал полную, абсолютную справедливость для всех. Ну, в общем, хотелось бы, чтобы так было. А она говорит, ну так же не может быть. Я говорю, ну, мы же говорим о чудесах света. Вот мне бы хотелось такого чуда, чтобы была справедливость. Почему именно я об этом говорю? То есть, может быть, этого хотелось бы всем, наверняка всем. Но просто дело в том, что существует понятие конфликт интересов, и этот конфликт интересов не позволяет, скажем, двум людям или двум сторонам, находящимся во взаимоотношении, быть одинаково счастливыми. Счастливыми при, скажем, ну, не позволяют, потому что у одного одна цель, сверхзадача, так называемая, счастье, некоего счастья в его представлении. А у другого, другая. Например, привожу пример. Вот я, например, работал со страховыми компаниями, вот когда я сидел на приеме, как врач-птихотерапевт, я работал со страховыми компаниями. Люди приходили и платили там не наличные, а платили страховкой. Страховка платила. Страховая компания заинтересована в том, чтобы заплатить как можно меньше. Ну, правда? Да. А тот, кто получает, хочет получить как можно больше. Ну, получить то, что ему почитается. Даже не как можно больше, а то, что ему положено. Да. И вот представьте себе, страховые компании очень часто... А психотерапия – это такая вещь, которая основывается на субъективных, ну, на конкретных жалобах конкретного человека. И если он говорит, что у меня, допустим, депрессия, то сказать, что у него депрессии нет, ну, может только человек, который разбирается, а человек, который не разбирается, сказать не может. Поэтому психотерапия, вот, скажем, психиатрическое лечение медикаментозное нужно не всем. А психотерапия, в принципе, показана всем. Ну, просто каждому первому. Как спорт и физкультура, правильно? Ну, конечно, конечно. И вот я провожу, допустим, психотерапию, а страховая компания считает, что показаний не было. И вот представьте себе, идут какие-то дебаты, какие-то споры. И на каком-то этапе мне позвонили из одной страховой компании и пригласили меня, доктора Рапопорта, пригласили меня сотрудничать с этой страховой компанией в качестве эксперта, который будет давать заключение о том, что показаний не было. Понимаете? Я говорю, ребята, вы понимаете, что вы делаете? Я говорю, вы мне, допустим, платите или не платите, а сейчас вы приглашаете меня, чтобы я за деньги, за ваши, да, выносил заключение о том, что терапия, производимая моим коллегой каким-то, понимаете, была не нужна. Но я отказался, отказался не потому, что я такой святой, а потому, что, ну, это неправильно, вот так вот, по-человечески неправильно. Я так понимаю, что такие звери в страховых компаниях сидят по ту сторону океана. Это не звери, нет, они везде сидят, по всем сторонам океана. Они ласковые звери, да, но подход у них одинаковый к страховке. Разные бывают. Разные. Бывают разные люди, бывают разные подходы. Короче говоря, вот вам конфликт интересов. Могут ли найти они какую-то точку, где они оба будут, обе стороны будут счастливы? Могут. Но для этого надо, чтобы между ними находился какой-то медиатор, который бы говорил, стоп, вот здесь тебе надо прогнуться, а тебе надо здесь. И вот здесь давайте мы договоримся. И в этой точке давайте мы встретимся и договоримся, что вот это будет. Это тогда будет всеобщая та самая справедливость, о которой я говорил, когда меня спросили о новом каком-то чуде света. Спектакль «Враги. История любви», на роль в котором меня пригласили 13 лет назад в театр «Современник», главный герой, еврей по национальности, он женат на польке, которая во время войны его спасла, его была домработница, он на ней женат. И она изо всех сил, желая существовать в русле его, скажем, понятия о том, что правильно, что неправильно, какой-то праздник, я не помню, какой-то праздник религиозный. И он курит, она говорит, ты знаешь, нельзя курить в шаббат, шаббат, по-моему, это был шаббат. Он говорит, почему? А ему, говорит, мешает дым от папиросы. Он говорит, правда, дым от папиросы ему мешает, а дым от крематориев ему не мешал. Вот о чем. То есть, взгляд на одну и ту же вещь с разных сторон. То есть, справедливость всеобщая, искомая и желанная мною, и желанная всеми людьми, возможно или невозможно? Мы к ней постоянно стремимся, но, наверное, в идеале она невозможна. Я вчера видел по телевизору, и очень рад, что я это видел, выступление Никиты Сергеевича Михалкова, 86-го, что ли, года, в Останкино. И он сказал, счастье. Ну, я согласен с этим, когда я слышу что-то из уст кого-то, ну, скажем, мнение, ну, чье мнение, допустим, для меня имеет какое-то определенное значение. Короче, он сказал, счастье – это не когда ты чего-то достиг, а в процессе достижения. То есть, я абсолютно уверен, что счастье в процессе, а не в результате. Да, ну, вот знаете, многие считают, что Никита Михалков с 86-го года сильно изменился. Что ранним он был таким более наполненным. Ну, это одна из точек зрения. Это от точки зрения. Вы знаете, я считаю, что он человек глубокий, он человек, ну, скажем так, это личность. Конечно, конечно. Может, нравится или не нравится то, что он говорит кому-то. Я помню, когда-то меня, когда я еще только-только стал членом Союза кинематографистов, были определенные члены Союза, которые меня, как на тот момент недавно приехавшего из... Ну, я начал приезжать из Америки в 2002-м, по-моему, году, и мне предлагали возглавить некий профсоюз. Как вот в Америке, там же есть... Да, кинематографический. Да, секс, кинематографический. А там же профсоюзом стоит мафия, а здесь бы кто стоял. По-разному бывает. По-разному. По-разному. Вот. Потому что, сказали, потому что Никита ведет себя как барин. Я говорю, ребят, значит, смотрите, он ведет себя как барин, потому что он барин. Если кто-то из вас может подойти к нему и сказать, Никита, подвинься, вместо тебя сяду я. Если из вас есть такие, ну, подойдите и скажите. Если вы можете это сделать, сделайте. Если не можете, ну, так тогда не сетуйте. Можно же сказать, не вместо тебя, а рядом с тобой сяду я. А рядом не бывает. Это разная вещь. Первое место одно. Другой вопрос, что сейчас во многих театрах нету худрука, а есть худсовет. Вот у нас в современнике худсовет. Есть директор театра, а есть худсовет. Хорошо это или плохо? Это так, как это есть. Когда была Галина Борисовна, было по-другому. Но это было по-другому не потому, что должность была худрука, а потому что это была Галина Борисовна Волчук. Вы настоящий современник нашего времени из театра современника. А сейчас, да, а сейчас там худсовет, в который входят хорошие, я бы даже сказал, великие, не боюсь этого слова совершенно. Не бойтесь, не бойтесь, они услышат, они претензий к вам не будут. Да нет, а какие претензии ко мне? Я всегда говорю то, что я думаю. И вот если возвращаться к Михалкову, я другой вопрос, я могу промолчать и не сказать ничего. Но то, что я говорю, я говорю то, что думаю. И вот то, что говорит Никита, он говорит то, что думает. А вот нравится это или нет, это вопрос уже вкуса, что называется, вопрос стиля, вопрос ментальности, вопрос мышления. И если, а так как я занимаюсь психотерапией отношений, то я знаю, естественно, и на собственном опыте, и на опыте моем профессиональном, и на человеческом, на мужском, на всяком, знаю, что когда два человека, ну, допустим, вот я парами занимаюсь, муж и жена, или партнеры, допустим, высказывают противоположные точки зрения по поводу одного и того же вопроса, вот прямо противоположные, то если человек говорит то, что он думает, он прав. Если второй говорит то, что он думает, и это абсолютно противоречит тому, что говорит первый, он тоже прав. И получается, что может быть, что два человека, говорящие, высказывающие противоположные точки зрения по поводу одного и того же вопроса, оба правы. А давайте теперь подойдем вот к такому краеугольному камню нашей беседы. Еще более краеугольный. Мир сейчас окружен конфликтами, межличностными, самыми разными разнообразными. Вот вы, да, вы, такой конфликтолог, имеющий опыт, скажем так, в преобразовании конфликтов в бесконфликтную ситуацию. Вот расскажите, как вы обычно справлялись с этими конфликтами, как вы заходили в этот конфликт, как вы выходили. Как я лично? Ну, я имею в виду, как люди, как люди, как люди, с которыми вы заранее живете. Или когда я работаю, ну, допустим, с парой семейной. Да, 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 вот давайте на примере семейная пара. Ну, смотрите, идеальный вариант, когда люди встречаются, мужчины и женщины, идеальный вариант, что вот они встретились, возникла вот эта самая пресловутая искра, там химия, физика, как угодно можно назвать, и каждый из участников этой пары, скажем, потенциальной пары почувствовал, это мой человек, подумал он, это мой человек, подумала она, допустим, и это возникло. И было бы идеально, чтобы у них совпали пункты совместимости. Есть у меня некий список совместимостей, там, это не то, что он есть у меня, он есть, ну, вот у меня есть, допустим, некий список совместимостей, состоящий у меня из семи пунктов. Это физиологическая совместимость, это психологическая совместимость, это морально-нравственная совместимость, это интеллектуальная совместимость, это совместимость по чувству юмора, это гастрономическая совместимость. Я могу расшифровывать. Они все должны совпадать. Сейчас, сейчас. И это развлекательная, рекреативная совместимость. Вот такие семь штук. Я вообще... Цифра семь – это моя цифра. Хорошая цифра. И идеально, если встретились два человека, И он говорит про себя, и она говорит про себя. Я в космос направляла, ну, я это просто знаю, слышу. Вот направляла, вот мне нужен такой человек, и вот он возник. Если бы так было, то было бы идеально, но так бывает крайне-крайне-крайне-крайне редко. А чаще всего люди сходятся, ну, вот, первое физиологически, мой-немой. Физиологически это первое, что приходит в голову людям, что это про секс. То есть, надо попробовать, надо попробовать. Но это не только про секс, это про запах, это про голос, это про облик, это про некое ощущение мой. Вот это мой или моя. И потом, и люди очень часто на этой физиологии сходятся. А потом, когда люди постоянно находятся вместе, и физиологическая составляющая перестаёт быть вот настолько актуальна, насколько она была в начале, очень часто выясняется, что за ней ничего нет больше. Психологическая совместимость – это когда мы мыслим в одном направлении, мы чувствуем, что у меня есть, допустим, она, даже если она не находится рядом, а я есть у неё, даже если не нахожусь рядом, мы знаем, что мы есть друг у друга. Что я поднимаю, допустим, телефон, чтобы ей позвонить, она мне звонит в этот момент. Или я открываю рот, чтобы сказать, она мне говорит что-то. Ощущение, что с ней лучше, чем без неё. Это, если это есть, слава богу. Если этого нет, это не возникнет. Если физиологической составляющей нет, там человек, ну, немножко вроде что-то не так, ну, ладно, там потом, ничего потом не произойдёт. Физиология не произойдёт, ну, я имею в виду, не изменится. Можно там изменить что-то, какие-то детали, но всё равно нет. И психологическая составляющая не изменится. А дальше морально-нравственная составляющая. И вот тут это можно адаптировать. Какие-то определённые установки есть у человека, который другой партнёр, допустим, не воспринимает. Его по-другому воспитывали. А этого воспитывали так. Одного воспитывали, что все люди хорошие. Мне в этом отношении повезло, потому что моя мама говорила, сынок, все дети рождаются маленькими беспомощными комочками. Потом происходит что-то. Так у меня. А, допустим, у кого-то, говорит, а почему я должен любить всех? У меня есть мои там родственники, ну, какие-то мои люди. Ну, какое мне дело там до проезжающего мимо человека, который меня подрезал, допустим. Понимаете? Я говорю, спокойно, легче, 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 легче. Короче говоря, морально-нравственные можно адаптировать. Гастрономические – это не только еда, это не только пища какая-то конкретная. Это сам процесс. Это ритуалы, там, приёмы пищи и так далее, и так далее. Можно адаптировать. Интеллектуальные – очень важная совместимость, но можно адаптировать. Мне попадались пары, где, скажем, женщина говорила, что во всём он хорош, но там немножко вот нам вроде как говорить… Это уже в конфликтной ситуации, да? Нет, ну да, конечно, когда они приходили. Подтягивало. Люди, если человек влюблён, если человек заинтересован в сохранении отношений, он подтягивается до уровня. Можно опуститься до уровня, а можно подтянуться до уровня. Идеально, конечно, если человек подтягивает. Итак, интеллектуальную можно подтянуть. Дальше. Развлекательную можно подтянуть. Ей нравятся сериалы какие-то мыльные или передачи вот эти все острые. А ему нравится там условно пресловутая рыбалка, охота, что другое. Можно адаптировать. Чувство юмора. Увы. Или есть и так. Физиологическое, психологическое и чувство юмора. Если нет, то надо задать себе вопрос тогда. Этого нет. Ну, не то, что нет. Ну, это как-то хромает, это как-то хромает, это. Согласна я или согласен я сохранить отношения, если я буду знать, что в большой степени не изменится. Если да, согласен, ну, остаетесь в отношении. Но тогда будьте готовы к тому, что вот этот червячок он будет всё время точить. Всё время. И поэтому это лучше разобраться в этом в самом начале, разобраться в этом без специалиста невозможно. Я понял, это интересно. Я просто то, что вы говорите, кладу как бы на земной шар. Представляешь? Абсолютно то же самое. Это физиология. Вот мы рядом. Абсолютно. Да, моё не моё. И вот смотрите, если говорить о конфликтах, которые сегодня происходят в мире, они происходят потому… Ну, понимаете, в чём дело? Есть же какие-то причины, о которых мы просто не знаем. Ну, это вот как и в этих случаях. Мы можем предположить, но мы не знаем. И поэтому, если мы хотим помочь избежать трагедии, то на каком-то этапе надо перевести, скажем, если два человека одного языка с русского на русский, если человек говорит что-то, и второму человеку это понятие, эта фраза, это положение, сказанное на его же языке не нравится, то надо найти что-то. Знаете, есть такое понятие «труизм», то есть обезоруживающая техника. Найти правду в словах оппонента. То есть перевести на его эмоциональный язык. Понять, понять, это человек говорит так, потому что он во что бы то ни стало ходит сказать не так, как говорю я, или он говорит так, потому что он так думает. И вот тут надо найти эту правду в словах оппонента, а потом, и это делает посредник, медиатор, а потом другому объяснить, в чём правда этого человека, а потом этому объяснить, в чём правда этого человека. И тогда на каком-то этапе медиатор говорит, ребята, для того, чтобы это произошло, ну, в данном случае вот я медиатор, есть такое, я достаточно долго работал в Нью-Йорке в качестве так называемого медиатора по разводам, который помогал людям разводящимся остаться в нормальных отношениях после развода, ну, чтобы не шугаться. А были случаи, когда они передумывали разводиться? 40% приходящих ко мне пар передумывали разводиться, потому что у меня методика, не позволяющая другому человеку говорить в тот момент, когда говорит один. Это очень интересно, надо вас привлечь. И тогда выяснялось, что эти люди первый раз в жизни слышат друг друга, потому что если медиатора нет, и начинается, ну, начинается спор, там, дискуссия, то обычно что люди делают? Они говорят, они очень быстро начинают говорить вместе. Нет, 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 это не так. А как? Ну, подожди, ну, я все поняла. Там, допустим, вот это вот, ну, я понимаю, что ты понимаешь? Ну, все ясно, что тебе ясно? Ну, понятно, ладно, ничего. Раз ушла в кокон, понимаете? А я говорю просто, когда ко мне приходят пары, выбирайте, кто говорит первый. И если человек говорит, ну, допустим, ну, мужчины часто говорят, ну, пусть, говорит женщина. И, как правило, у меня говорят первые те, кто был инициатором прихода ко мне. И вот она начинает, допустим, говорить. И он на второй секунде говорит, да нет, подожди, я говорю, тебя здесь нет. То есть, ты есть, но тебя нет. Ты записывай у тебя, наверное, в телефон или на лист. Когда она скажет, я все сказала, тогда, говоришь ты, тогда ее здесь нет. И люди впервые слышали друг друга. Ну, и так далее, и так далее. Потом я остаюсь один на один с ней, потом один на один с ним, объясняю ему, спрашиваю его, ну, и так далее. Вот такой процесс. Потом мы снова встречаемся вместе, и я даю некий сценарий. Почему вот мне, как врачу-психотерапевту, и как актеру, нравится вот как раз такая форма, которая Альбертом Эллисом когда-то была, у которого мне посчастливилось учиться в том числе, была названа Rational Motive Behavioral Modification, рационально-эмоционально, наверное, эмоциональная поведенческая модификация. То есть, другими словами, новая роль, даваемая мною, психотерапевтам, как режиссерам. Если люди следуют этой роли, то все идет, что называется, леги-артист по всем правилам. Очень интересно. У меня даже есть версия, как вы попали из врачей в актера. Я думаю, что вы решили расширить аудиторию и работать сразу с коллективом, с экрана, со сцены. Потому, что когда я вижу вас на экране, на сцене, я понимаю, что вы как такой Кашпировский, но более-более такой подготовленный, который доносит для людей. Я дружу с Толиком Кашпировским, да, мы с ним друзья. Мы встретились с ним на американском телевидении, где нас попытались поссорить. Но друг друга не стали плескать ни соком, ни водой. Очень хорошо. Мы не поссорились, наоборот, подружились. И он в очень хорошей форме, молодец, он молодец. Ну, у него свой метод какой-то определенный. У меня свой. Даже не свой, а просто Майкл Кейн, еще один учитель, у которого мне навелось учиться, такой актер известный Майкл Кейн, английский, голливудский, в общем, актер, он у нас вел мастер-классы по работе с камерой. И он говорил, хороший актер отличается от плохого количеством штампов. Штампов, но количеством. Поэтому Иван Петрович Павлов когда-то говорил, что лечить надо не болезнь, а больного. Понимаете, да? То есть, есть методы, которые подходят этому человеку, есть методы, которые подходят этому человеку. Но поведенческая модификация, если... Я называю это... Андрей Максимов когда-то меня научил... Есть такое слово «собеседник». Я не называю клиентов, пациентов, я называю собеседниками и собеседницами. Если собеседники готовы принимать рекомендацию режиссера и следовать в этом направлении, предлагая какие-то свои вещи, но следовать, в принципе, направлению, которое дает режиссер, то шансов, что не сложится, нету. Просто их нету, ни одного. Всё сложится. То есть, основной недостаток в любом конфликте – это когда люди слышат только себя и разговаривают с телевизором. И думают, о чём скажут сами, без того, чтобы слушать. Да, разговаривают с телевизором. Я видел массу моментов, когда человек смотрит телевизор и с телевизором разговаривает. Потом сам в телевизоре что-то говорит другому. И тот, кто его смотрит, тоже разговаривает с телевизором. Да, которые комментируют происходящее на экране, их много. Не то чтобы есть, я вижу, что других пока очень мало. Мало. Вот основная часть – она разговаривает с телевизором или через телевизор, вместо того, чтобы сесть, обсудить вот такие вопросы. Моя жена очень эмоциональный человек, она, когда смотрит кино, кино, и там что-то – вот, правильно, вот так вот надо соображать. Я говорю, это кино, ты понимаешь? То есть, мы сейчас понимаем, что у вас есть опыт, скажем так, регулирования конфликта в межличностных отношениях. Если мы посмотрим шире… Будем считать, что есть. Я же прожил жизнь длинную и проживаю ее, надеюсь, еще какое-то время проживаю. Кроме того, вы занимаетесь профессиональной психотерапией в кино и на театральной сцене. Ну, если предположить, что психотерапевт-режиссер со своими собеседниками и собеседницами разговаривает как с актерами и актрисами, то точно так же актер, выходя на экран или выходя на сцену, он несет некую психотерапевтическую миссию, что ли. Он показывает, как бывает при определенном поведении людей, при определенном взаимодействии людей, и показывает, как может быть или могло бы быть, поведи они себя по-другому. Был такой фильм «Автомобиль. Скрипка и собака Клякса», по-моему, Ролана Быкова. Там песня же есть. А если бы войти с экрана и зрительного зала, вот что-то такое. Я не помню точно, как она звучит, но вот эта песня, она прямо вот про это. Да, актер – это психотерапевт. Хорошо бы, чтобы он это, актер, я имею в виду, и режиссер, и продюсер, потому что сегодня кино и театр в очень большой степени продюсерские, и тут конфликт наступает интерес. Наступает, а может не наступает, чтобы все они понимали, что актер не просто рассказывает сюжет, показывает, рассказывает, принимает участие в иллюстрации сюжета какого-то определенного, а актер еще и несет миссию, которая подвешивает некий вопрос. Ты понял, что тебе делать дальше в твоей жизни? Вот если так будет, то будет очень сложно. То есть, получается, смотрите, если мы расширим все, что вы сказали, мы видим, что пара когда-то полюбила друг друга, приблизительно 350 лет назад. Так как вы привыкли играть демона, для вас 350 лет – это не срок. Ты сейчас, когда говоришь демона, кого ты имеешь в виду? Я имею в виду, что когда вас… У меня очень много ролей, которые несут некую негативную такую… Я бы не сказал, я бы не сказал. Жесткий, жесткий, жесткий. Я бы не сказал. Гемон, он же такой, он мечется, он ищет какой-то выход. Поэтому я считаю, что это не негативный персонаж, это персонаж в поисках чего-то. В поисках истины, справедливости. Вот справедливости, справедливости, да. То есть, он ищет справедливости. Ну, сейчас мы уже сделали прогон, вот я сыграл Воланда. Я знаю эту историю. Как вы проходили, как все актеры, которые с вами играли, говорят. Мы увидели проходящего мимо нашего спектакля Воланда и пригласили его показать его жизнь, его жизнь на сцене. Вот про что я говорю. Мне очень… Во-первых, я люблю всех персонажей, которых я играю. Вот абсолютно положительных с точки зрения общего мнения был, пожалуй, вот совсем. Только один. Это фильм «Источник». Я играл смотрителя районного краеведческого музея, который водит детские экскурсии, детей там и так далее. Это один, абсолютно положительный. Был такой персонаж в клинике, доктор Мандель, патологоанатом. Ну, знаешь, вроде бы доктор, но патологоанатом. Ну, все равно положительный. Ну, и в закрытой школе персонаж мой, который назывался князь, ну, Борис Александрович Князев. Константинович Князев. Положительный персонаж, который вначале воспринимался как отрицательный. Чисто по фактуре. Фактура у меня такая, понимаешь? Понятно. Так вот, перейдем к нашему крупному формату. Вот 350 лет познакомились и полюбили друг друга. Две больших общности. Потом прошло некоторое время, 350 лет, и они сказали, вот что-то, давайте поживем отдельно. Может быть, там, знаете, как бывает в паре, кто-то говорит, давайте поживем отдельно, посмотрим. Они говорят, да, давайте поживем отдельно. Пожили, и что? Пожили отдельно, пожили отдельно, а потом кто-то говорит, а вы знаете что? Ты как бы хорошо живешь отдельно, и тебе хорошо, и мне хорошо. Ну, вот буфет мой остался у тебя, а это нехорошо. А второй говорит, ну, буфет остался, он у меня остался и остался. Тогда один говорит, ну, как так, это же буфет мой, а прошло уже время достаточное, да, буфет мой, и когда тот отвернулся, он начал этот буфет выносить. Говорит, это ж мой исторический буфет, это мне мама в своё время этот буфет завещала, да, это мой буфет. А другая сторона говорит, а у тебя там мой стул остался. Ну, понятно. Да. И вот возник некий конфликт. Были влюблены, жили хорошо, потом из-за этих всех чей буфет возник конфликт, а чей стул. Вот как бы вы, как конфликтолог, порекомендовали бы войти в этот конфликт и выйти? Потому, что иногда же конфликт является способом решения каких-то вопросов. Я всегда предлагаю, вот почему я говорю, что хорошо, когда ко мне приходит, не когда конфликт возник, а для того, чтобы он не возник. А когда это может быть? Это только может быть, когда люди только сходятся, только начинают взаимодействовать. То есть, 350 лет назад надо было к вам прийти. Понятно. Да, чего? Это было вчера. Согласен. 350 лет – это было вчера. Согласен, согласен. И когда ко мне приходят сегодня молодые люди, ещё не находящиеся в отношениях, а на пороге отношений, то я рассказываю им вот про эти подводные камни, которые во взаимоотношениях обязательно будут. И предлагаю на берегу договариваться и, скажем, устанавливать какие-то определённые правила взаимоотношений. Если правила эти установлены, то никакого конфликта возникнуть не может. А если он возникает, то тогда человек, который этот конфликт инициирует, он понимает, куда он идёт, зачем он идёт. И, другими словами, он говорит, я предлагаю тебе эти правила пересмотреть. Это хороший вариант. И тогда второй человек может сказать, ну, давай пересмотрим. Или давай не пересмотрим. Или я не хочу пересмотреть. То есть, должно быть согласие двух сторон по регулированию этого конфликта. Если согласия нет, то тогда поведение человека, нарушившего договор, считается вероломными. Ну, так ведь? Вероломные какие-то действия, они всегда влекут какой-то ответ сверху. Ну, во-первых, оттуда, во-вторых, со сторон соседи прибежали и начали… Другой вопрос, когда я говорю «оттуда», я не имею в виду, что, знаешь, вот есть же две стороны, допустим, есть Бог и есть дьявол. И когда я говорю «оттуда», я не говорю, что это только от одной стороны Бога. Это и от дьявола тоже. Потому что в данном случае дьявол или там сатана или демон, назови как угодно, у них есть какая-то своя правда. Если брать Воланда, он же почему-то помогает художнику, помогает его женщине и наказывает почему-то, я не знаю, Никонура Басова, который берет взятки и так далее, или, допустим, Берлиоза, который не верит в существование дьявола или Бога, Иисуса Христа, понимаешь, то есть наказывает в разных, скажем, в разной степени тяжести наказания, но кому-то он явно помогает, а кому-то он явно противодействует. Это справедливо? Да. Я с вами согласен. Вот вам, пожалуйста, та самая всеобщая справедливость, о которой я говорю. Оказывается, она существует, только весь вопрос, в чьих руках вот эти самые усы, понимаешь, которые можно подтянуть или, наоборот, отпустить. Ну да, тот же всегда идет, когда есть минус и есть плюс. Он не может идти между двумя плюсами или двумя минусами. Это факт. Поэтому, если говорить о каких-то глобальных, социальных ситуациях, то всегда можно найти договор, всегда можно найти компромисс. Можно найти. Но есть только один вопрос. Про этот компромисс люди не знают, и тогда можно им подсказать. Или они знают, но по какой-то причине его игнорил. Знаешь, мне часто задают вопросы, особенно на вебинарах, где вот просто… А вот как сделать так вот, чтобы… Я говорю, вы понимаете, я должен, если я отвечу на ваш вопрос односложно, не задав вам встречных вопросов, не получив полную информацию о том, кто вы, кто она или там ваш партнер, бизнес-партнер, кто вы, кто он, какие у вас интересы, какие у него, какие были договоренности, какие у него, какая ваша цель, какая у него, если я досконально этого не буду знать, как я могу вам одним словом или в одном голосовом сообщении там в соцсети, понимаете, сказать, это надо сделать так, это будет непрофессионально. Согласен. Товарищи, сегодня мы примеряем роль российского Рейгана Александра Григорьевича Рапопорта. Правда, мы пока не определились, применять его роль в Соединенных Штатах Америки по ту сторону океана или здесь. Мы будем определяться с этим с вашей помощью. А почему ты говоришь, почему или-или, а почему нельзя и-или? И там, и там. Это хорошее тоже предложение. Второй момент. Вы сегодня увидели, как работает перед камерой профессионал. И понимаете теперь, чем отличается любитель от профессионала? Когда говорят, а что, я тоже могу. Но я вам скажу одну вещь. Что значит, вот всегда мы в истории изучали, что три рыцаря победили целую толпу крестьян, которых было 500 человек. Потому, что они профессионалы, потому, что они досконально владели мечом, каждым своим движением. Поэтому во всех этих битвах прошлого там потери были 20-30 человек и считалось это уже много. Я хочу привести еще один пример, который я люблю приводить. Я не знаю, видел ли ты фильм «Великолепная семерка» еще с Юлом Брейнером. Видел, видел. Там было семь человек, которым не надо было стоять лицом к лицу друг к другу. Они стояли спинами к спинам. Понимаешь? Семь человек, спина к спине. Каждый был непревзойденным в чем-то одном. А другой в другом, а третий в третьем, а седьмой в седьмом. И поэтому, в общем-то, они справлялись с большим количеством такого внешнего зла. Вот я считаю, что вот такой союз людей, которые, ну, скажем, для которых в их системе ценностей существует какой-то определенный пункт, и они по нему договорились на берегу, опять же, что может быть, чего не может быть, и что делать, если вдруг какое-то звено выпадает. Могу вам обещать только одно, что мы с вашей помощью постараемся максимально близко подойти к идеальной справедливости. Да ты что. Насколько это возможно. Да ты что, правда? Вот видишь, ты меня обнадёжил. Я человек, который очень легко верит. Я доверчивый. То есть вы что предпочитаете? Надежду, веру или любовь? Или всё три одновременно? Я предпочитаю… Есть такое словосочетание «peace of mind». «Мир самим собой». Потому что Михаил Ефимович Литвак был такой известный психиатр, психолог, у него любимая такая была фраза, говорят, «Надежда умирает последней, я бы убил её первый». Потому что когда появляется надежда, ты перестаёшь что-то делать сам. Ты надеешься на что-то или на кого-то. Это по поводу надежды. Надеяться хорошо, но надо всё время помнить, что от тебя зависит очень много, от самого. Вера – хорошая вещь. Ну, хочется же верить, правда? Поэтому верить надо. Но надо понимать, что может случиться так, как было обещано, а может не случиться. Мне как актёру, ну, вообще как человеку, но как актёру особенно, это хорошо известно. Была ситуация, когда очень известный, очень известный режиссёр, скажем, сниматься за счастье у которого, наверное, было бы в представлении любого артиста, утвердил меня на определённую роль, которая была определённо моя. И сказал мне даже на пробах, Александр, сначала я прошёл пробу у его ассистента. Это длинная была история. И когда мы были с ним на пробах, костюмированные пробы, это не просто пробы на камеру, это была костюмированная пробы на камеры с гримом, с костюмами, с партнёрами, так называемая ансамблевая проба, и он мне сказал, если честно, а он автор сценария, он говорит, я писал, когда сценарий, я писал этого персонажа, конкретно имея в виду вас. На секундочку представь себе моё состояние. Я понимаю, ваша напомненность. Он говорит, всё, ну просто, говорит, рад бы придраться, но не к чему, до встречи на площадке. Пожал руку. Нормально? Полнометражный фильм, хороший, с партнёрами, с потрясающими актёрами. И я живу в состоянии актёра, утверждённого на эту роль. В этом фильме у этого режиссёра с этим артистом. И я звоню кассинг-директору, которая меня пригласила туда, на эту, знаете, пробу. Я говорю, ну что слышно, когда что? Она говорит, пока неизвестно. Я говорю, ну мне бы надо было бы съездить в Нью-Йорк, потому что я бы пока съездил, чтобы потом уже не рвать процесс. Она говорит, ну хорошо, вот я скажу, я скажу, пока, мол, нету, нету КПП, так называемого, календарно-постановочный план. Проходит время, она мне звонит и говорит, Саша, ты знаешь, я не знаю, что тебе, ты меня сейчас разорвёшь на части. Он взял другого артиста. Ну, понимаешь, там моё состав. Я сказал ей все слова, которые у меня были в этот момент, я сказал ему все слова, я сказал окружающему миру все слова, ну и всё. Прошло время, я приезжаю на Мосфильм, по своим делам, по-другим. Александр меня окликает, я поворачиваю, стоит режиссёр это. Я говорю, привет. Он меня окликнул, он же мог меня не окликать. Он говорит, мне так обидно, что у нас с вами как-то вот не получилось поработать. Я говорю, а мне-то как обидно. Я говорю, а что случилось-то? Ну, просто интересно. Он говорит, а мне сказали, что вы не можете, что вам надо срочно ехать в Америку. Я говорю, кто сказал? Он говорит, кто сказал. Я звоню Кате на директору и говорю, вот она говорит, Саш, ну вот нас же сейчас видят. По радио бы это. Она говорит, Саш, ну. То есть, другими словами, кто это сказал и почему это случилось, я предположить могу, но не знаю точно. Раз я не знаю точно, ну, бывает и такое тоже. Теперь я знаю, что бывает и такое тоже. И когда мне говорят, что ты утверждён, и у нас уже подписан, у нас был договор даже подписан, и когда я уже подписан договор, я никогда не говорю, что я снимаюсь в этом кино, пока не прошёл первый съёмочный день, а бывают случаи, я знаю случаи, этого не было со мной, но это было с моими товарищами, когда человека после четырёх съёмочных дней сняли с роли, с главной, понимаешь? Поэтому я сегодня знаю, оно случилось, когда это уже случилось, а пока не случилось, оно не случилось. И с этим своим осознанием я живу совершенно в мире и согласен. Если вам интересно, мы узнаем для вас, кто тогда сказал, сказал, что вы уезжаете в США, если вам интересно, если это вас вообще... Да я, в принципе, да это всё. У меня был такой музыкальный мой продюсер, мой биограф, который стоял на пороге моего первого ещё альбома, у меня три альбома есть, и когда мы с ним ругались, потому что я был эмоционально взбудоражен, был в пределе, я там схватил его за грудки, и начал, я тебя... А он мне сказал, папа, это уже история, всё, это уже было. Согласен. Я понял, всё, всё, что было, оно уже было. Согласен. Сегодня мы встретились с человеком, которому удалось построить мир внутри себя. Раз он знает, как построить мир внутри себя, а каждый человек – это целый мир, то рассчитываем, что вы поможете в этом и другим. Если они ко мне обратятся, я никогда насильно не оказываю помощь, знаешь, непоправимую помощь я никогда не оказываю. Спасибо, Александр Григорьевич. Спасибо тебе. Актер, выходя на экран или выходя на сцену, он несёт некую психотерапевтическую миссию, что ли. Субтитры создавал DimaTorzok